Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами на связи Артём Уточкин и я рад вас приветствовать в нашем очередном видео, которое называется «Техника подрезки слева». Буквально недавно, несколько недель назад, мы опубликовали два видео о технике подрезки справа. Кстати, сейчас ссылочки в виде баннеров у вас появились на экране на эти видео, также ссылки есть в описании к этому видео, вы можете перейти и посмотреть о технике подрезки справа. Сейчас мы позанимаемся техникой подрезки слева. Давайте разберем технику подрезки слева по основным моментам. Это позиция, это замах, это прохождение по мячу, это окончание движения и возврат к следующему мячу. На каждом моменте остановимся достаточно подробно. Значит, первый момент это позиция. Позиция при подрезке слева, в данном случае мы разбираем подрезку слева по длинному мячу, то есть такая как бы серийная подрезка, когда вы играете подрезкой и ваш партнер также играет подрезкой. Защитные подрезки, когда мы делаем подрезку по атакующему элементу, мы здесь не касаемся, это такая классическая подрезка, в общем-то, с которой начинается обучение этому элементу. Итак, при подрезке, которую мы выполняем по подрезке нашего партнера, мы стоим где-то в 50 сантиметрах от стола, то есть примерно полметра, вы сейчас видите это на вот этих вот скриншотах, которые есть на ваших экранах. Дальше немного по положению туловища, то есть посмотрите, ноги согнуты, но не слишком сильно, то есть поддерживается такое пружинистое состояние туловища. Корпус наклонен немного вперед, и важный момент здесь это то, что находится у меня слегка впереди правая нога. То есть в целом позицию можно назвать близкой к нейтральной, но немного впереди находится правая нога. Многие любители настольного тенниса путают подрезку, которая выполняется с длинного мяча, то есть с длинной подрезки, и подрезку, которая выполняется с короткого мяча. Кстати, в этом видео мы подрезку, которая выполняется с короткого мяча, тоже коснемся, но сразу хочется сказать, что когда мы играем подрезку с короткого мяча, например, с короткой подачей с нижним вращением, то мы делаем такой довольно значительный шаг вперед. Когда же мы играем по длинной подрезке, у нас лишь слегка правая нога выставляется вперед, но большой шаг мы не делаем, он нам при подрезке по длинному мячу будет только мешать. Поэтому вот такая вот позиция, слегка как бы я развернул, слегка у меня правый бок впереди и немного впереди правая нога. Это что касается позиции. Дальше, следующий момент очень важный, это замах. Вот обратите внимание, на каком уровне у меня происходит замах. Если вы посмотрите на профессионалов, то у всех профессионалов при подрезке замах не очень большой. Это связано с умением профессионалов, а хорошо как бы коротким движением за счет движения кисти, за счет чувства мяча этот самый мяч обрабатывать. Например, когда, скажем, я учу детей подрезки слева, то замах, я говорю, что нужно делать несколько больше. То есть замах идет практически от левого плеча. То есть более широкое движение и более широкий замах на этапе обучения нужен для того, чтобы спортсмен смог прочувствовать мяч. То есть смог бы прочувствовать полностью движение, как ракетка, как накладка обрабатывает мяч. Потому что этот момент достаточно непростой. И если на этапе обучения делать короткое движение, то этот момент может закрепиться как бы неправильно. То есть спортсмен не почувствует обработку мяча и будет в мяч идти такое несколько толкательное движение. И мячу не будет придаваться достаточно нижнего вращения. У нас подрезка делается для того, чтобы мячу придать хорошее нижнее вращение. Значит, смотрите, важные моменты, какие у нас есть по замаху. Обратите внимание, что локоть у меня не поднимается на уровень плеча. У любителей у некоторых такая ошибка встречается, что локоть поднимается на уровень плеча. То есть примерно ракетка и локоть находятся на одном уровне. По высоте как раз на правом кадре этот момент хорошо виден. Дальше важный момент, что кисть и ракетка находятся впереди локтя при замахе. То есть у некоторых бывает так, что излишне идет локоть вперед при замахе. Это неправильно. Хотя, опять же, если, например, вы находитесь на этапе обучения и делаете чуть более широкий замах, то, возможно, у вас локоть будет уходить вперед кисти, но это не должно быть ярко, вот так вот сильно выражено. То есть локоть, он не должен быть в напряжении при подрезке слева. То есть локоть находится в таком достаточно свободном состоянии. Еще какой момент здесь важный. При замахе мы, как мы делаем? Мы сначала, когда на нас идет мяч, мы делаем легкий такой маленький шажочек правой ногой вперед, буквально 10 сантиметров. И когда мы встали в удобную позицию, после этого мы выполняем замах и выполняем движение. И давайте сейчас посмотрим несколько моментов, как я выполняю подрезку слева на практике в тренировочном варианте, когда идет подрезка слева налево. И обратите внимание вот на эти моменты. На позицию, в какой позиции я нахожусь, на каком расстоянии от стола стою и на то, как я выполняю замах, на каком уровне у меня происходит замах и на положении локтя. Вот обратите внимание сейчас именно на эти моменты. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, переходим к следующему моменту. Это наклон и прохождение по мячу. Самые, можно сказать, важные моменты при подрезке слева. На этих кадрах достаточно хорошо видно, какой у меня происходит наклон. То есть, подрезка слева это не настолько быстрый элемент, как топ-спин справа. И здесь вот как раз этот момент не размазывается. Его можно хорошо рассмотреть. Обратите внимание, какой наклон у меня вот как раз идет перед моментом касания. То есть, практически тот момент, когда ракетка касается мяча, вот какой у меня наклон. Значит, это наклон не максимальный. То есть, в принципе, можно сделать наклон еще более открытым, но чтобы, например, придать мячу более сильное вращение. Ну, в принципе, такого наклона, например, для меня достаточно, чтобы придать то вращение мячу, которое я хочу придать. Но если вы сделаете более закрытый наклон, то у вас уже пойдет в мяч толкательное движение, и мячу уже вы не сможете придать вращение. Здесь какой еще есть такой нюансовый, скажем, момент. Чем сильнее на вас идет нижнее вращение от вашего партнера, тем больше вы должны открывать ракетку. То есть, если, например, на меня пойдет очень сильное вращение, то вот такой наклон, как у меня здесь, может привести к ошибке. Я должен, когда на меня пойдет более сильное нижнее вращение, больше приоткрыть ракетку и как бы больше пройти под мячом. Вот. Но здесь мы с партнером выполняем в таком, как бы, дежурном, можно сказать, простом тренировочном режиме. Здесь такого наклона вполне хватает. Следующий момент по прохождению по мячу – это точка на ракетке, в которую должен попасть мяч. Значит, точка на ракетке должна быть чуть ниже центра. То есть, не центром ракетки, а точкой, которая чуть ниже центра. То есть, той точкой, которая находится ближе к столу. То есть, не самым низом ракетки, не самым прямо нижним краем. Где-то вот, если разделите ракетку на две половинки, то центром нижней половинки вы, примерно, должны коснуться, чтобы достаточно обработать мяч. Дальше, следующий момент – это момент ускорения. То есть, насколько резко должна ракетка пройти под мячом. У профессионалов, и чем выше, как бы, уровень владения подрезкой, тем движение становится у людей короче. Потому что они за счет, как бы, резкого, короткого движения придают мячу максимальное вращение. Но здесь, как бы, опять же, тот момент, что если вы находитесь на этапе обучения, то вам нужно сделать более широкое движение. А более широкое движение, если вы будете делать излишне резко, вы, как бы, рискуете, что мяч у вас улетит до стола. Поэтому вы должны, смотрите как, от замаха до окончания ракетка немного разгоняется. Но именно немного, то есть, слишком излишне резкого движения быть не должно. Но очень еще один важный момент – это то, как мы касаемся мяча в плане жесткости. То есть, вот у нас стоит на нашем основании резинки, которая называется накладка. И во время подрезки у нас должна максимально с мячом сработать накладка. То есть, как бы, основание практически не принимает участие в выполнении подрезки. То есть, подрезка – это элемент, который выполняется, в основном, за счет сцепления накладки и мяча. То есть, когда вы идете под мячом, вы обязательно должны прочувствовать, как ваша накладочка, как бы, скользит под мячом, как бы, подрезает его, и что у вас получается нижнее вращение. Это очень важный момент, который определяет во многом качество подрезки. Но давайте сейчас мы вернемся к тем моментам, как я выполняю подрезку на практике. И обратите внимание на момент прохождения по мячу. То есть, обращайте внимание на уровень резкости, который я придаю движению, и обращайте внимание на наклон. И посмотрите, вот на то, как, на ваш взгляд, проходит у меня накладка под мячом или нет. Продолжение следует... Следующий момент, который нам нужно пройти, это окончание. При подрезке, обратите внимание, что рука у меня при окончании выпрямляется, но выпрямляется не до конца. То есть, вот прям ее до конца, до самого выпрямлять не надо. Она остается слегка согнута. В принципе, такого окончания достаточно, дальше его проводить не нужно. С окончанием тут, в общем-то, все понятно. То есть, вы, как бы, проходите по мячу и выполняете окончание. Следующий важный момент, это возврат следующему мячу. У многих любителей бывает такая ошибка, что выполняется окончание, и после окончания ракетка идет вниз под стол. И после этого, как бы, идет возврат снова ракетки наверх, и снова новая подрезка. Это, на самом деле, очень мешает выполнению подрезки, особенно серийной. Очень много забирает времени, энергии, и каждый раз сложно подобрать правильный наклон. Обратите внимание, что на протяжении всего движения, давайте я вот так вот перемотаю, на протяжении всего движения у меня ракетка находится над столом. То есть, вот я выполнил движение, выполнил окончание, и после этого у меня ракетка вернулась, как бы, в исходную позицию над столом. Она под стол не опускается. Еще, кстати, один важный момент, который я немножко упустил, который касается наклона и прохождения по мячу, это то, что у вас ракетка должна вот в момент прохождения и в момент дальше окончания быть над столом. Вот, если у вас ракетка уходит под стол, а такую ошибку я часто вижу у любителей настольного тенниса, то значит, что вы в какой-то степени не верите, что ваша накладка обработает мяч, и уводите движение под стол, делая, как бы, такое толкательное движение, то есть, немного подталкивая мяч, чтобы он полетел. Вот, если у вас происходит именно так, что вы делаете движение под стол, то значит, что вы еще на сегодняшний момент не до конца обрабатываете мяч. То есть, если вы полностью прочувствуете сцепление накладки с мячом, то у вас движение будет идти над столом. Вот, запомните, это очень важный момент. И при возврате следующего мяча, обратите внимание, что я, как бы, возвращаюсь в такую исходную позицию. И когда мы говорили про технику подрезки справа, я тоже акцентировал внимание на этом моменте. Вспомните, что когда мы на наших онлайн-семинарах, в наших видео-уроках по топ-спину справа, по топ-спину слева, говорили, что мы от окончания сразу же возвращаемся к замаху. Например, когда идет серийный тренировочный топ-спин. То есть, мы после окончания не делаем возврат в исходную позицию, мы от окончания сразу же идем к замаху. Вот, при подрезке все совершенно по-другому. Мы, выполняя подрезку, возвращаемся всегда в исходную позицию. Это связано с тем, что ритм подрезки, особенно когда идет взаимная подрезка друг на друга, он намного медленнее, чем ритм топ-спина и блока. И поэтому у нас, как бы, есть время вернуться в исходную позицию, начать заново движение. Если же мы будем делать окончание и сразу же из окончания вести ракетку на замах, то у нас будет образовываться слишком большая пауза на замахе. Когда у нас образуется слишком большая пауза на замахе, то мы рискуем тем, что мы можем пойти на мяч не в тот момент, в который это нужно сделать. Поэтому при подрезке, при серийной, всегда возвращайтесь в исходную позицию и делайте паузу. Также обратите внимание, что когда я возвращаюсь в исходную позицию, я выполняю небольшой прыжок, небольшой отскок назад. То есть вначале я делаю небольшой шаг вперед, выполняю движение и потом делаю легкий отскок назад. При этом запомните, как я сказал вам вначале, что шаг выполняется небольшой. И также обратите внимание на то, что я возвращаю ракетку в согнутую позицию. То есть у меня рука, извиняюсь, сказал, что возвращаю ракетку в согнутую позицию. Нет, конечно же, возвращаю руку в согнутую позицию. Рука, обратите внимание, согнута в локте при возврате. И давайте сейчас посмотрим еще те кадры, которые вы уже видели. Обратите внимание сейчас на окончание движения. То, что мы поговорили, до какого уровня у меня происходит окончание. Обратите внимание на то, как происходит возврат именно в плане движения ног. что я делаю такой легкий, небольшой, где-то на 10-15 см отскок назад, то есть освобождая себе дальше пространство для небольшого шага вперед. И обратите внимание, что ракетка у меня на протяжении всего движения не опускается под стол. Продолжение следует... И еще один небольшой момент, который я упустил, позволю себе к нему вернуться, это в какой точке отскока мы должны встретить мяч. То есть мы встречаем мяч, когда мяч отскакивает от стола, поднимается в высшую точку, и здесь мы должны встретить подрезку. Но подрезка, в принципе, такой достаточно универсальный элемент в этом плане. Мы можем встретить мяч и позже, то есть немножко дать ему начать опускаться и выполнить подрезку. Встретить немножко раньше высшей точки можем. То есть здесь, в принципе, варьируется вот этот момент за счет силы, которую вы прикладываете к подрезку. Смотрите как, если вы, например, встречаете мяч несколько раньше высшей точки, то есть буквально чуть-чуть раньше высшей точки, то вы должны сделать более короткое движение, потому что здесь вы еще встречаете ту скорость, которая идет на вас от вашего партнера. Если вы играете в высшей точке в самой, то, в принципе, выполняете классическое движение, то, которое я вам здесь показал в этом видео. Если же вы играете в тот момент, когда мяч как бы прошел уже высшую точку и начал опускаться, то вы должны сделать чуть более широкое движение и чуть больше обработать мяч. То есть как бы должны чуть больше придать мячу своей обработке, чтобы он полетел. Почему? Потому что после высшей точки мяч начинает как бы терять скорость и падать вниз. Это при подрезке, которая пришла на вас от вашего партнера. То есть в этот момент тоже учтите. Ну и давайте немножко буквально посмотрите, в какой точке я встречаю мяч. Обратите внимание, что я встречаю мяч как раз приблизительно в высшей точке. Ну и последний момент, который хочется разобрать, это подрезка слева с короткого мяча. Здесь, в принципе, все то же самое. Все те же моменты по замаху, по наклону, по окончанию, по той точке, в которой мы встречаем мяч. Но единственное отличие это в том, что мы делаем более широкий шаг вперед. У меня, к сожалению, на этот момент записи на данном видео нет подрезки с короткого мяча с другого ракурса. То есть тут не очень такой удачный ракурс. Спереди не совсем видно ногу. Но сейчас давайте посмотрите несколько кадров, как я это выполняю. Там, в принципе, все понятно. То есть идет шаг ноги более такой широкий под стол. Делается пауза, мяч отскакивает в высшую точку. Я выполняю подрезку. Делается пауза, мяч отскакивает в высшую точку. В принципе, здесь все понятно. У меня, в общем-то, на этом видео все. Если у вас остались какие-либо вопросы по технике подрезки слева, я призываю вас написать эти вопросы в комментариях. Если вопросов будет достаточно много, то я вполне могу записать еще одно видео по подрезке слева, где объясню еще какие-то дополнительные детали или нюансы, которые вы хотите услышать. В любом случае, жду ваших комментариев под этим видео. У меня на этом все. С вами был Артем Уточкин. Я желаю вам прекрасного дня и успехов в настольном теннисе. Я благодарю вас за просмотр данного видео и буду очень признателен за ваши лайки и комментарии. А если вы хотите получить больше пользы и результатов от моих обучающих материалов по настольному теннису, тогда подписывайтесь на мою e-mail рассылку. Это абсолютно бесплатно и ни к чему вас не обязывает. При этом подписавшись на мою e-mail рассылку, вы начнете регулярно, как правило, каждую неделю получать на свой e-mail новые полезные материалы по настольному теннису лично от меня. Причем материалы из рассылки, как правило, публикуются нами в интернете с большой задержкой, либо в урезанном виде, либо же некоторые материалы вообще не публикуются. То есть подписываясь на мою e-mail рассылку, вы гарантированно будете получать мои свежие статьи и свежие видео уроки вовремя, в полном объеме и одним из первых. Кстати, сразу же после подписки на e-mail рассылку, вы получите несколько очень полезных обучающих видео уроков по самым базовым моментам настольного тенниса, которые должен знать каждый уважающий себя любитель, независимо от его уровня. Подписка на данный момент доступна на моем сайте artemuточкин.ru, либо же, если вы смотрите данные видео на YouTube, то сейчас справа от меня появится баннер, кликнув по которому, вы перейдете на специальную страничку, на которой сможете оформить свою подписку совершенно бесплатно. Итак, кликайте по баннеру справа от меня, подписывайтесь на мою e-mail рассылку и до встречи в первом видео уроке, который вскоре придет на ваш e-mail.